Судьи и летчики на готове. Вот она карта, а вот на ней обозначены водные преграды. В рядах разведчиков легкий мандраж. В палатке тепло, даже жарко от раскаленной печки взволнованного дыхания ребят. А за брезентом, под сибирским небом, промозглая погода. А что, шапки все одевают? Ну, взяли вот свитера, одели, сейчас горки оденем. И еще взяли шелеста, непромокаемые куртки. Говорят, что ненастья – это друг разведчиков. Дождь темаскирует, и запахи сбивает, и даже нервы успокаивает. Впрочем, разведчики и без того народ спокойный. И если спецназовцы по типу темперамента преимущественно холерики, то разведчики – скорее флегматики. Для разведчиков считается самая лучшая погода в душе, потому что враг думает, что мы сидим на месте и не двигаемся. На самом деле разведчик выдвигается в это время и должен захватить врага. А вот и комбат ставропольских разведчиков. Подполковник Фомин. Такой молодой, а уже герой России. Напутствует. Прежде чем отправиться на посадку, бойцы тщательно проверяют обязательные элементы своего снаряжения. Снайперская винтовка, две гранаты, пять магазинов – это у каждого. А на взвод еще два топора, две веревки и 18 килограмм тротила. Вместе с бойцами на точке высотки отправляются и последние представители конкурирующих команд. Их задача – просто видеть, насколько выполняют бойцы исходные соревнования, а также приглядеться к тем каталям, которые используются в предыдущем одолении препятствий. Ведь, как в любом другой профессии, вы старство разведчика прикладываетесь в машину. Последние минуты перед вылетом. Котелки, умывальные принадлежности, военные билеты – все это собрано и упаковано тщательнейшим образом. Вообще, за экипировкой нужен глаз да глаз. Выронешь, например, ложку по дороге, а потом судья на этапе этой самой ложки недосчитается, и все – штрафные баллы. Это хорошо соревнования. А если настоящий противник твою ложку подберет, пиши «пропала», ты замечен. Командиры отрядов переживают не меньше солдат. Ходят, подбадривают, свое волнение уже и не скрывают. Летим на точку высадки с отрядом «Витязь». Это старейший отряд специального назначения. Если считать вместе с предысторией, то ему без малого 30 лет. До сих пор «Витязь» считался безоговорочным лидером и на соревнованиях всегда брал первые места. Посмотрим, что будет на этот раз. Вообще, мы очень признательны спецназовцам-разведчикам, заказанным нам доверия. Они ведь народ суеверный, а тут нас с собой в боевой поход взяли. В общем, спасибо, ребята. Если в прошлой программе вы видели, как тяжело было разведчикам по сравнению со спецназом штурмовать дома и деревни, то сегодня они на коне. Ведь лесные тропы – это их стихия. Река Берть. С минуты на минуту здесь появятся бойцы спецназа и разведки, участники соревнований. Они уже прошли 15 километров маршем по лесу и теперь будут переправляться через эту реку. А что они здесь делают? Купаются они. Жарко им. Это Игорь Николаевич Медведев так шутит в ожидании первых команд у переправы. Он начальник штаба соревнований и, скажем так, автор заданий для бойцов и их командиров. Характеристика реки, она на карте не позволяет сделать вид, что здесь есть брод. Но, тем не менее, командиры могут попытаться этот брод найти. Раз. Могут попытаться переправиться в плавь с использованием каких-то приспособлений, может быть, надувных каких-то мешков, может быть, просто переправиться в плавь, может быть, используя какие-то предметы местности, допустим, хворост, поваленные деревья и так далее, и так далее. Смеркается быстро, не жарко. А вот и первые команды прибыли к реке. Витязи припасли лодку. Пусть времени больше потратят на переправу, зато сухими выйдут из воды, здоровье сберегут. Челябинский отряд Мечил выбирает другой путь – в брод. Отважные ребята. С замиранием сердца за них болеем. За ночь бойцам надо пройти 30 километров с отметкой в контрольных точках. Каждый час выходить на связь со штабом и к утру прибыть вот на эту поляну, чтобы устроить дневку и пару часов отдохнуть. Когда двигаешься, не ощущаешь себя ни холода, ни голода, ничего не ощущаешь. Когда придешь в район, начинаешь чего-то ждать или забазироваться, оборудовать что-либо. Начинаешь мерзнуть и так далее. То есть проклинаешь все на свете. Основная задача солдата в данный момент – быть сытым, ну и находиться в тепле. Лучшие результаты по итогам марша показали «Витязи», бойцы из Челябинска и Нижнего Тагила, но опередили всех десантники. Они в 9 часов уложились. Холодная вода десантника не пугает. Для него главное – выполнить боевую задачу. Все начинается от командира. Командир группы нашего полка достаточно хорошо подготовлен, личный состав обучен. Наверное, это и помогло. Счастливые минуты у огня. Лежишь и больше ничего не надо. Разве что чайку из котелка. Вскипятить воду на костре, соорудить шалаш из лапника. Природа, лес – для разведчика первый помощник. Он для него и дом, и столовая, и рабочее место. Вы думаете, это просто – оборудовать место дневки или ночевки? На самом деле нужно учитывать множество требований. Это и маскировка, и инженерное оборудование позиций, и тактическая целесообразность, и организация связи с наблюдательными постами. Если на посту три человека, спят по очереди, по одному, а двое других друг друга контролируют. Такой вот тактический прием. Можно, конечно, и специальные препараты принять, чтобы не заснуть. Но это уж в крайнем случае. Сам отряд у нас молодой, группа взводная. В основном военнослужащие не составляют еще даже неослужившие годы, в общем, масса, и еще себя покажут. Хорошая возможность показать себя отличится на следующем этапе, а это значит снова по лесным тропам. В квадрате 10 километров надо найти лагерь боевиков. Если группа вышла на засаду, то сразу же, можно сказать, дальше можно не продолжать движение. Все, группа погибла. Если она тактически грамотно действовала, дозоры вышли на засаду, а группа отошла, то можно дальше выполнять задачи. Могила, призраку, прием. Прием. Как ситуация? Нормально. Тех троих видел? Короче, смотри. Это и есть террористы. Такая роль у них на период соревнований. А вообще, они курсанты Новосибирского института внутренних войск. В лесу живут уже четвертые сутки. Посмотрим, что у них здесь такое. Интересно поиграть в войну. Тем более, международные соревнования в уровне такой. То есть ребята выходят здесь грамотные. Интересно посмотреть, как они работают. Вчера очень грамотно ребята работали. Чисто случайно заметили, наверное. Очень хорошо маскировались. Что не знаем. Знаем только время, когда выходили на нас. Тем временем, наша разведка выходит на финишную прямую. Обнаружив лагерь террористов, взвод может со спокойной душой марш-броском возвращаться в базовый лагерь. Здесь всего-то рукой подать 5 километров. А в лагере, как водится, рассказы, рассказы, рассказы. Ну так, ориентировались по комнату, по компасу, по карте. Ну и, конечно, дружный коллектив у нас. Потому что помогали все, даже связисты, даже те же саперы, все помогали. Все делали общее дело. Ну там, где брод, там было отмечено, где идти, чтобы не утонули через брод. Ну, первый брод нормально прошли, во второй тяжело было залазить. Холодно, ночью еще морозец стукнул такой. Прошли, чуть остановились на станцию передавать из-за мерзающей. Постоянно надо было идти и идти, чтобы не замерзнуть. Ну там нормально, пришли, костер развели, погрелись, посушились. Потом базирование сделали, там палатки, там халабуды себе сделали. Ну так нормально, понравилось даже. Буду хоть что-нибудь рассказать пацанам, девчонкам, приеду. Главный судья соревнований, генерал Куцов, когда-то тоже с азартом рассказывал знакомым пацанам и девчонкам о своих приключениях. Пусть не на таежных тропах, но все-таки на полосе разведчика. Когда качается канат, по которому ты идешь, качается тросик, за который ты удержишься руками, качается подвесной мост, а потом ты должен с высоты еще на ролике по тросу крутиться вниз. Это, наверное, было в курсантские годы самым сложным. Пройди по глухим пропастям, Пусть крохот ловим по пятам, И стынет под звездами кровь, Где сходятся смерть и любовь. Это время стоит за спиной Над живой и над мертвой водой Это время диктует приказ Поднимается в небо спецназ